МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте. И в этом выпуске. Ночью с воскресенья на понедельник в селе Несь произошло возгорание жилого дома. В ходе пожара погибла женщина. Проблемы в оленеводческой отрасли и перспективы ее развития обсудили делегаты съезда оленеводов Нинецкого автономного округа. В Нинецкий округ доставлено 40 тонн сахарного песка. Еще 20 тонн отгружают для региона на Ульяновском сахарном заводе. Ночью с воскресенья на понедельник в селе Несь произошел пожар, который унес жизнь одной жительнице сгоревшего трехквартирного дома. Подробности далее. В 3 часа 45 минут в единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступил звонок о возгорании трехквартирного дома в селе Несь. В результате пожара дом полностью уничтожен огнем. По результатам пожара уже при проливке и тушении на месте пожара обнаружены останки тела проживавшей женщины. Еще 8 человек были эвакуированы. Из них никто не пострадал, медицинская помощь никому не оказывалась. В тушении пожара участвовали личный состав отряда государственной противопожарной службы, представители ЖКУ села Несь и местное население. В настоящее время причина пожара устанавливается. Спланирован туда выезд дознавателя главного управления МЧС России по Ненинскому автономному округу. И материалы будут направлены на экспертизу для установления причины пожара. Пожар в Неси стал предметом для разговора на оперативном совещании главы региона с руководителями органов государственной власти. Юрий Бездудный считает, что два последних пожара в этом населенном пункте свидетельствуют о недостаточной профилактической работе с населением. Значит, нужно начать масштабную профилактическую работу, чтобы мы не констатировали факты пожаров, а чтобы мы их не допускали в первую очередь. Также глава региона дал соответствующее поручение руководителю Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО. Нужно оказать всяческую помощь этим семьям по линии Департамента. Думаю, и по линии Красного Креста тоже мы им окажем помощь. В настоящее время погорельцы разместились у родственников. Юрий Бездудный поручил изыскать для них маневренный жилфонд в селе Несь. Катрина Тебрея, Антон Водряков, Телеканал Север. За прошедшие трое суток в регионе выявлено 19 новых случаев заболевания COVID-19. Заболели 18 жителей Наринмара и поселка Искателей, один житель Каратайки. Коронавирус выявлен у двух детей. Выздоровели 44 человека. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 в регионе находится 77 человек. Из них сационарное лечение получают 7 человек, амбулаторные – 70. С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 7179 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 7200 человека. Скончались от коронавируса 100 пациентов. На еженедельном совещании губернатора округа Елена Левина отчиталась о состоянии лекарственных запасов в регионе. Что касается запасов лекарственных препаратов и наличия минимального ассортимента в аптечной сети, он у нас есть. По льготному лекарственному обеспечению на складах и в аптечной сети у нас находятся препараты на 6,5 месяцев. На общую сумму – 131 миллион 460 тысяч рублей. Продолжаются дополнительные поставки. В связи со сложившейся ситуацией в стране и мире есть проблемы с препаратами немецкого производства. Но на российском рынке имеются аналоги. По поводу лекарственного обеспечения в сельской местности. Елена Левина сообщила, что поставки медикаментов в населенные пункты осуществляются регулярно. Жители Ненецкого округа приняли активное участие в сборе средств на операции и лечение анкобольного подростка и села Тельвиска Мстислава Никонова в клинике Израиля. Как стало известно, израильские врачи не смогут помочь мальчику и посоветовали родителям одну из ведущих клиник гематологии и онкологии Турции – Медикал Парк, которая специализируется как раз на таких сложных случаях. В понедельник вечером 28 марта родители вместе с Мстиславом вылетели из Москвы в Стамбул. У Мстислава накануне взяли последние анализы в больнице города Архангельска, где подросток длительное время находился вместе с отцом. Показатели доведены до нормы перелета. По словам мамы Мстислава, Ирины Никоновой сын транспортабелен и у него боевой настрой. В пути они придерживаются строгих медицинских рекомендаций. Ранее медсестры отделения химиотерапии города Архангельска проконсультировали, как разводить препараты и вводить вену по катетеру, а также рассказали о схемах приема лекарственных средств. Отметим, на данный момент сбор средств еще не закрыт. Полная стоимость лечения в зарубежной клинике – 123 тысячи долларов. На данный момент собрано 95% от необходимой суммы. Осталось собрать 537 тысяч 750 рублей. На своих экранах вы видите реквизиты для перечисления пожертвований. Проблемы в оленеводческой отрасли и перспективы развития обсудили делегаты съезда оленеводов Нинецкого автономного округа. В работе съезда приняли участие представители СПК, семейно-родовых общин коренных малочисленных народов Севера, руководители органов государственной власти и депутаты окружного собрания. Подробности у Василия Хатанзейского. В настоящее время в Нинецком автономном округе оленеводством занимаются 28 организаций различной формы собственности, в том числе 11 сельскохозяйственных производственных кооперативов, одно акционерное общество, 11 семейно-родовых общин коренных малочисленных народов Севера и 5 фермерских хозяйств. В сфере оленеводства занято более 800 человек, большая часть из которых являются представителями КМНС. Поддержка оленеводческой отрасли и дальнейшее ее развитие были и остаются в центре внимания государственной власти в регионе. Оленеводство живо и будет жить. И если какая-то нужна помощь, мы всегда эту помощь окажем. Потому что оленеводство было и остается главной отраслью сельского хозяйства. И именно оленеводство дает жизнь большому количеству людей, которые сегодня живут в тундре. Ненецкий автономный округ по-прежнему занимает второе место по численности поголовья северных оленей. По состоянию на 1 января 2022 года поголовье оленей составляет более 174 тысяч голов. Наиболее крупным предприятием, осуществляющим промышленную переработку мяса северных оленей, является Акционерное общество мясопродукты, которое закупает около 70% произведенной в округе олениным и выпускает более 100 видов продукции из данного сырья. Переработкой также занимаются ряд других хозяйств в округе и индивидуальные предприниматели. Так, в хозяйстве ЕРФ, стадо которого насчитывает более 13,5 тысяч голов, и есть собственный перерабатывающий цех. Продукция наша славится в городе, вывозят также ее в Архангельск. Но горожанам она нравится. ЕРФ не собирается останавливаться на достигнутом в планах хозяйства. Расширять ассортимент продукции, повышать качество, чтобы она еще больше нравилась потребителям. Департаментом природных ресурсов, экологии и АПК ведется планомерная работа по совершенствованию нормативной базы по поддержке оленеводства. Государственная поддержка оленеводческой отрасли осуществляется в рамках региональной государственной программы. Хотел бы акцентировать внимание на тех мерах поддержки, которые мы осуществляем, осуществляли и будем осуществлять всегда. И на тех вещах, которые нам удалось сделать за последнее время положительно. Во-первых, в этом году были изменения порядка предоставления субсидий, большая работа предшествовала этому. Данные изменения предусматривают субсидирование не только при реализации продукции в промышленную переработку окружных предпринимателям, но и реализацию прочим потребителям, в том числе населению, а также направлять продукцию на собственную переработку. Эта мера позволила оленеводам расширить рынок сбыта продукции, а также снизить цену продажи оленины для населения. В целом, из окружного бюджета оленеводческим хозяйством оказывается шесть мер региональной поддержки. В частности, субсидии на создание или модернизацию объектов агропромышленного комплекса позволили построить несколько современных убойных пунктов, а также модернизировать оборудование для переработки и хранения продукции. Благодаря окружному гранту «Агростартап» в регионе появились три новых фермерских хозяйства. Была проведена огромная работа по обоснованию нашей потребности в новых производственных мощностях. В связи с этим нам федеральный центр в лице Министерства Дальнего Востока и Арктики, ДЛО, порядка 118, то есть общий объем субсидии по этой мере поддержки составил 118 миллионов рублей, из которых часть федеральная 80 миллионов. На что эти деньги будут потрачены и что планируется сделать? Планируется трех хозяйствам сформировать новые, предоставить новые убойные пункты, новые короли и новые жилые модули в местах качели. Общий объем финансирования мероприятий, направленных на развитие оленеводства в Ненецком автономном округе, в 2021 году составил более 300 миллионов рублей. На съезде представители оленеводческих хозяйств обсуждают те темы, ставят те вопросы, которые для них являются наиболее злободневными. Съезд – это одна из площадок, где люди непосредственно с мест, с территории, с территории компактного образования, в душе традиционного образования, могут приехать и напрямую, так сказать, лицом к лицу пообщаться с руководителем органов государственной власти, увидеть, пообщаться с губернатором, с депутатами окружного, с муниципальными властями, ну и, конечно же, решить, обсудить те вопросы, найти пути решения, которые сегодня их волнуют. А волнует оленеводов в числе прочих вопросов нашествия волков. Говорят, хищников много развелось, а также преемственность поколений, отсутствие достаточного количества кадров для работы в тундре. Ну что, у нас СПК Индика, Тиманская, Тундра, 4 бригады осталось. Было раньше 9, сокращение идет, пастухов нету. Основная проблема в развитии оленеводства на территории региона заключается в том, что на протяжении последних десятилетий прослеживается тенденция к снижению кадрового потенциала отрасли. Растет средний возраст занятых в оленеводстве. Проблему пытаются решить, в том числе за счет обучения новых кадров. Было обучение ребят, была набрана группа «Оленевод-механизатор» на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума. И сегодня ребята осуществляют свою деятельность. В 2021 году новая группа оленеводов-механизаторов, а это 18 специалистов, была выпущена из Ненецкого аграрно-экономического техникума. Студенты учились два года десять месяцев. Помимо общеобразовательных специальностей, они освоили основы ветеринариям, санитарии и зоогигиенам, продуктивное разведение оленей, технология содержания животных и другие предметы. Сохранение традиционного образа жизни является залогом сохранения оленеводства. Руководитель профильного ведомства Альберт Чавдаров считает, что необходимо организовать системную работу по привлечению молодого поколения в отрасль. Для этого необходимо прежде всего модернизировать материально-техническую базу хозяйств и обеспечить достойную оплату труда оленеводов. По завершению работы съезда оленеводов, его участники возложили цветы к памятнику олено-транспортных батальонов. В Нинецкий автономный округ по зимней дороге доставили 40 тонн сахарного песка. Еще 20 тонн находятся в пути. Акционерное общество мясопродукты законтрактовало услуги по перевозке сахарного песка с местным предпринимателем. 20 марта фуры отправились в Ульяновскую область. 28 марта две фуры вернулись на Ренмар. Сегодня на территорию мясокомбината пришло две машины с сахарным песком. Третья машина в пути на сегодня встала на отгрузку в Ульяновской области. Куда этот сахар пойдет? Конечно, большую часть сахара мы оставляем для продажи в розничных сетях наших магазинов. Но и часть пойдет в город, в остальные потреб общества. Также сахарным песком обеспечат производственные предприятия, использующие его для изготовления своей продукции. Этот объем сахара мы распределим по торговым нашим сетям, предоставим предприятиям, которые осуществляют хлебопечение. При этом в торговой сети мясокомбината также этот сахар будет представлен. Цена его будет меньше 1,2 кг. Это с учетом доставки. Напомним, в вопрос о закупке дополнительного объема сахарного песка возник в момент потребительского ажиотажа населения 3 недели назад. По личной договоренности главы Ненецкого округа с губернатором Ульяновской области удалось получить квоту на данный продукт, изготавливаемый на Ульяновском сахарном заводе. Александр Терентьев, лыжник из Ненецкого автономного округа, стал чемпионом России, выиграв спринтерскую гонку в коньковом стиле. Ну и плюс ко всему Терентьев, он чистый спринтер. То есть он это доказывал уже не единожды. И в основном результат спринта делается все-таки на финишной прямой. И, ну, скажем так, Александр Терентьев сделал сегодня все максимально правильно. 26 марта в Сыктывкаре состоялись финальные забеги мужского спринта свободным стилем в рамках чемпионата России 2022 по лыжным гонкам. Его победителем стал бронзовый призер Олимпиады 2022 в этом виде Александр Терентьев. Второе место заевал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Третий – Денис Филимонов. С начала старта финального забега лидировал на трассе Александр Большунов. Спортсмен представляет Архангельскую область. Спортсмен из Ненецкого автономного округа Александр Терентьев буквально вырвал у него победу на финишной прямой. И Терентьев выходит на параллельную. Филимонов все три коридора заняты. И очень плотно они идут. Терентьев чуть-чуть впереди. Терентьев выиграет, да. Терентьев чуть-чуть впереди. А Филимонов и Большунов нам только фотофиниш покажут. Но с этого ракурса было не видно, кто из них впереди. Александра Терентьева поздравляем с победой в этой гонке. Действительно, результаты в лыжном спринте, как правило, решаются на финише. Отставание Большунова от лидера всего 0,35 секунды. Денис Филимонов, спортсмен из Татарстана, уступил 0,47. 22-летний Терентьев также выиграл спринт классическим стилем в рамках первого этапа Кубка мира в финской руке. Одолев титулованного норвежца Йоханнеса Клэба, российский спортсмен в личном зачете выиграл малый хрустальный глобус Кубка мира среди молодежи. Даже не участвуя в последнем этапе из-за отстранения российской сборной от соревнований. На Олимпиаде 2022 года в Пекине Александр Терентьев, дебютант Олимпийских игр, заевал две бронзовые медали в личном зачете и командном спринте. После финиша в Сыктывкаре победитель гонки прокомментировал свое выступление журналисту портала чемпионат. Сегодня все получилось. В финале, правда, было очень тяжело, потому что Саня Большунов со старта пошел очень быстро, рассказал Терентьев. «В принципе, я этого ожидал, но пришлось чуть раньше включать скорость, чтобы его догнать. Мы в каждой гонке боремся до конца. У меня еще не было золотой медали чемпиона России в личной гонке. Это высокое звание, это очень классно», – передает слова Терентьева корреспондент Андрей Шетихин. Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльби подвела итоги спринтерских гонок свободным стилем, которые прошли в рамках чемпионата России 2022 в Сыктывкаре, отметив, что победа Терентьева для нее не стала сюрпризом. Он силен в спринте. Василий Хтензейский по материалам спортивных изданий. В Ниевском округе провели единый государственный экзамен для родителей. 12 выпускников прошлых лет сдавали тест по математике. Пунктом проведения экзамена стала средняя школа номер один в городе Наринмаре, где родители выпускников образовательных учреждений прошли экзаменационное тестирование, которое уже в ближайшее время предстоит пройти их детям. Эта акция проходит для того, чтобы родители перестали нервничать и переживать за своих детей, или, так сказать, немного снизить их стресс, когда их дети готовятся к единому государственному экзамену. Родители приходят в школу, проходят через пункт пропуска и дальше полностью участвуют, идут по тому же маршруту, что их ребенок пойдет, когда будет сдавать единый государственный экзамен. Экзамен для родителей проходит по тем же правилам, что и для детей. На решение заданий, а их 18, выделяется 235 минут. Первые единые государственные экзамены выпускники российских школ начали сдавать в 2002 году. Сначала ЕГЭ был опробирован в 16 пилотных регионах страны. Автором идеи единого государственного экзамена в России стал Владимир Филиппов, возглавлявший Министерство образования с 1998 по 2004 год. Именно он начал масштабную реформу отечественного образования. Одним из необходимых условий этого процесса стало введение новых способов оценки знаний школьников. ЕГЭ должен был обеспечить эффективную проверку знаний выпускников и сделать высшее образование по-настоящему доступным для детей из регионов. 2022 год для единого государственного экзамена юбилейный, он пройдет в 20-й раз. ЕГЭ для родителей проводится по всей стране уже несколько лет. Нинецкий округ принимает участие в этой всероссийской акции уже в шестой раз. Родители после сдачи экзамена, они могут узнать результаты и тем самым служить примером для своих детей, потому что он может прийти домой, получить результаты, как сдал единый государственный экзамен и показать своему ребенку. И сказать, не надо переживать, это не так сложно. Результаты ЕГЭ для родителей станут известны позже. В Нинецком округе в четвертый раз прошел конкурс «Социальная звезда» среди первичных ветеранских организаций. На торжественной церемонии состоялось награждение участников конкурса. В этом году конкурс «Социальная звезда» был посвящен Году Добрых дел. В 2021 год в Нинецком автономном округе губернатором Юрием Васильевичем Вездудным был объявлен Годом Добрых дел. Губернатор призывал помогать людям старшего поколения, ветеранам, тому, кто нуждается в помощи. Эстафета «Добра» прошла во всех муниципальных образованиях Нинецкого автономного округа. Почти 200 мероприятий прошли в сельских населенных пунктах. Это различные благотворительные акции, субботники, мероприятия по благоустройству, мастер-классы, тематические вечера. Это действительно получился Добрый год в НАУ. 12 первичных организаций Совета ветеранов получили заслуженные награды. В их число вошли Совет ветеранов Печорского лесозавода, поселка Красное, Нижний Пеши, Лабожского и другие. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.